Куда впадают реки, как называются экзотические птицы и где стоят горы. Ульяновцы присоединились к всероссийскому географическому диктанту. Штаб-квартира местного отделения Русского географического общества стала главной площадкой интеллектуального квеста. За столом собрались представители народов по Волжи, делегаты из стран СНГ и Европы. Как отмечают организаторы, с каждым годом желающих проверить знания становится больше. Мы видим увеличение количества площадок, на которых пишется диктант. Если еще в позапрошлом году, таких площадок в Ульяновской области было 56, в прошлом году 174, сейчас уже в 253. И количество лиц, зарегистрированных для участия в диктанте, превысило 11,5 тысяч наших земляков. Заместителю губернатора Александру Коробко понравились вопросы диктанта. В решении некоторых заданий ему помогли интуиция и логика. Но все же для ответа на большинство вопросов больше пригодились твердые знания и широкий кругозор. Я достаточно много по работе, по каким-то другим делам был в разных уголках нашей прекрасной большой, огромной страны. И поэтому есть какие-то ассоциативные вещи, которые ты даже вроде бы и не знаешь. Но вот, допустим, про Пермский край. Ну, только в Пермском крае из тех четырех регионов, которые были перечислены, есть такие горы. Поэтому ответ очевиден. Или, допустим, замечательный вопрос, связанный с именем Николая Николаевича Миклуха Маклая. Я всю жизнь родился и всю жизнь прожил в том месте, где родился отец нашего великого, известного с мировым именем путешественника. Все, кто прошли диктант в очном формате, получили сертификаты об участии. Организаторы надеются на то, что в следующем году будет еще больше желающих. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.